Рисуем, фактически, тень под ней. Ну, то есть, это сразу исключает вот этот самый главный миф, что рисуем, значит, втягиваем щеки и рисуем вот по этой штуке. То есть, если мы рисуем по этой штуке, мы что рисуем? Впадину между верхней и нижней челюстью. Очень красиво. Прямо замечательно. На шкелетик похоже. Вот, да. Поэтому, если у нас вот предмет, который отбрасывает тень, мы поднимем и рисуем. Она румяна сверху? Не важно, на самом деле, в какой последовательности. Они почти не пересекаются. У нас румяна вот здесь и сюда ушли, а это мы рисуем ниже. Они вообще никак друг с другом не связаны, поэтому не важно, в какой последовательности. Вот, голову видно. Так, если нет, ну, угу. То есть, вот скула. Вот я поставила и нарисовала. Вот сейчас на это видно там, да. Надо теперь фото сделать, когда вот одна половинка. Не надо? Надо верти головой. Причем можно вот на свет вывести. Даже сбоку, даже на свет не видно. То есть, это физиологическая впадинка. То есть, вот если я сейчас прикрою. Вот. А сама тень, ну, вот-вот полностью на свет. Ее нет. То есть, поэтому оттенок не мой. Почему румянами это нельзя делать? Где вы видели розовые тени на лице у вас? То есть, вообще, где у нас на теле розовые тени? Или кирпичные некоторые там, какими-то кирпичными оттенками это рисуют? Бронзером. Бронзером, замечательно, блестящим. Сема. Отлично, супер. Блестящая текстура. Блеск создает объем. Это вам расскажет любой художник. Супер. Вместо того, чтобы сделать впадину, мы рисуем блестящим бронзером вот такую ряжку. Очень хорошо скорректировали лицо. Логика. Причем, как бы, румяны делают примерно то же самое. Они тоже...